Окон. Увидели, как толкуется Священное Писание, что сделали святые отцы. Вот у меня вышло... А я просто Евангелие буду с собой носить, буду и показывать. Вы толкование Евангелия должны знать. У меня Евангелие вышло, трехтомник, полное толкование с откровением. Такого никогда не было, не в Восточно-Западной Церкви. И там 240 иллюстраций, из них 230 Густава Доре, мы их раскрасили. То есть зайдете, когда я вам дам свои ресурсы, ну можете даже здесь посмотреть. А я же уже нашел ваши ресурсы в Ютубе. Да, ну вот видите как. Да. Вы увидите там. Если у нас есть друзей много, то и врагов много. Это естественно всегда было. Смотри, как поносят сейчас патриарха, президента, Путина. И люди ничего не сделали. Мы с нуля деревню православную строим. А они ничего не делают. Они могут только вокруг моей колокольни бегать и мочиться на нее. Мочиться? Ну да, это враги. 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 Господь говорит, с ними разговаривать нельзя. У них столы наполнены отвратительной блевотиной. Действительно. С врагами только так. С ними не разговаривать, их просто игнорировать, чтобы они его в себе питали, питали, питали. А ты, если будешь им говорить, то ты принимаешь это зло. Правильно? Да. Смотрите, у меня какой котик. Прекрасный. Это он приехал, маленький был. А это рядом сидит бабушка его. Того называть белая, а это рыжая называется. Я не вижу, где мать его. Она пушистая, как белка. Ну что, можем прощаться, если ничего, и вопросов нет больше. Вопрос последний есть. Смотрите, насколько семью, как бы церковное описание ставит как что-то важное. Обязательно ли человек должен приобрести семью? И ставите какие-то предписания, нужно ли сначала приобретти семью, а дальше развивать талант, развивать карьеру и так далее. Или же сначала лучше развивать карьеру, развивать талант, состояться самому, а потом уже семью. Или сначала семью как лучше? Вначале с Богом привести себя в отношения. Это первое, первейшее. Никакой семьи речи нет. Но мы православные. На первом месте стоит, чтобы человек не женился. Первое послание к коринфянам. Женатые заботятся о том, как угодить жене, а неженатые заботятся, как угодить Богу. Замужние заботятся, как угодить мужу, незамужние, как Богу. Но если женишься, не согрешишь. Но вы будете иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Это апостол Павел пишет. Вот отсюда поймите, семья это маленькая церковь. Домашняя. Но она на втором месте. После того, как ты обратился к Богу, родился свыше, образование семьи на первом месте. Но главное это благовестие. Идите по всему и проповедуйте Евангелие. А что с тобой было полное единство. Если она настоящая христианка, ты будешь в командировке год-два. Ты знаешь все на месте. А не так. Ты за дверью, а она на танцплощадку. Это очень серьезный вопрос. Очень. Вот меня когда садили, я сидел. У меня сто процентов уверены в жене. Она проникла и там до генеральной прокуратуры. Везде все сделает. Как люди собирались, молились. Поэтому это важный вопрос вы задали. Но первое, самое главное у христиан. Остаться одному. Не в монашести. Просто. Все силы отдать для Бога. На сто процентов. Вы будете иметь скорбь по плоти. Она не будет слушаться. Будут ребятишки. Тебе не до пения будет. Ты просто сухой сущок будешь, может быть. Поэтому будьте очень мудры. Обдумайте. Там где священник. Какого-то священника изберите. Так, приглядитесь. Духовным твоим наставником будешь. Апостол Павел говорит. Остался без жены. Не ищи жены. Не ищи. Я на самом деле умный. Мы селёв. Я повторяю, что это написано в Святой Библии. Покажу ещё. Вот оно. Святые отцы это всё так истолковали. Вот возьмём Ян Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. Все они женатые были. До единого. И кого я называю? Ну это монахи. А бывают и не монахи, как и Иероним Стридонский. Таких много было. А были другие, которые женились, а с женой не жили, как брат с сестрой, как и Анкронштадтский. И детей не было. Какие дети? Да. Как вы относитесь к канонизации вообще Николая Второго? Его ещё не канонизировали, я уже молился ему. Но я против канонизации. Почему? Первое послание к Коринфянам 4 глава 5 сих говорит так. Не судите никак прежде времени, доколе не придёт Господь и не осветит сокрытое во мраке, и тогда будет похвала каждому от Бога. То есть ни канонизации, ни анапимы мы не можем делать. Мы не знаем. Многое скрыто. Канонизация это предвосхищение суда Божия. Бога ещё нету, суд ещё не начался, а уже мы решили, кто в раю, кто в аду будет. Вот моё отношение к ним. Но я считаю, как церковь канонизировала, мы так и молимся. Ну да, я просто на то, что книжку читал про это. Про Николая Второго, интересуюсь вот судьбой, так скажем, Сажа Сибири. Ну да, не только про это, там ещё про войну 1812 года. Такая интересная книжечка. Вы знаете, у царя Николая был рядом Григорий Ефимович Распутин. Это единственный был пророк, который говорил, он звал его папа. Папа, не делай мобилизацию, ты сгоришь. Полностью все будете расстреляны. Он прямо всё им говорил открытым текстом. В больнице лежал раненый, на её покушение было. И кричал оттуда. В телеграммы слал, папа, не делай этого, не делай. А он говорил, война объединит нас. Он совершенно не понимал обстановки. Не понимал. Из всех царей это был самый худший царь. Но по отношению веры самый лучший. Хоть он и курил, но видишь, как он был. Он никого не преследовал верующих. Саробряцам дал свободу. Сектантов не преследовал. Он был такой мягкий. Как говорится, подкаблучник. Ну да, я не могу ещё даже слабиться. Мы его не осуждаем, а реальность, это реальность такая. Надо так сказать. Но я ему молюсь каждый день. Молюсь ему. Я его признаю святым и его семейство. А вы знаете, вот ещё последний пару слов по поводу вашей концепции. То, что вы продвигаете свои идеи, как нужно правильно устраивать церковь. Вы можете как патриархник, но только более успешно реализовать эти идеи. Потому что у вас есть ресурсы, у вас есть ресурсы, у вас есть харизма. И вы можете действительно... У вас есть благая идея, благая, хорошая, положительная идея, которая изменит Россию, изменит церковь. Вообще православную, в хорошую сторону. Поэтому продвигайте дальше это. И делать, знаете, обращение прямо текстом, чтобы это было в YouTube обращение священника. Допустим, вы же священник. Я не священник, я не священник, брат священник. А, то есть просто теоретик или как это было? Нет, нет, я просто христианин, православный, исповедник. Потому что я страдал. Если бы меня убили, был бы мученик. Я исповедник. То есть я был в тюрьме, меня терзали, мучили, но я вышел живой. Вот так. Исповедников в православной вере единицы. Ранее поколение, кто были в ГУЛАГе, они уже отошли. А я уже при самом конце советской власти был арестован. Вы когда зайдете... Да, конечно, глупо все то, что арест... Вы зайдете на сайт, когда... На сайте на нашем. Во свете Библии сайт. Не YouTube, а сайт. И там я отвечаю на все вопросы. И там мои книги все находятся. И как только откроешь первую страницу, сразу написано для слова «Боже нет уз». Вот запомните. Вы ее откроете, это биографическая книга. Обо мне написали там два священника. 752 страницы. Все, что нас писали, как меня судили, как процесс шел, тайно записали, отослали в Апранцию, а там напечатано было и вернули. Эта книга – ключ ко всем моим книгам. Для слова «Боже нет уз». На первой странице. Сайт. Во свете Библии православный библейский сайт. Зарядите сейчас. Да, я все зарядил, все, я понял. Если были какие-то вопросы, такие… Да, а там рядом книга к истинному православию. К истинному православию. Если вы ее откроете, этой книге я посвятил 40 лет. Материал собирал. А когда сайт откроете, то справа 55 папок идут. Это я отвечаю на вопросы. 4124 ответа. Это много, это много. Это все отдельно. Работа, христианство, православие, католицизм. То есть 55 папок. Я всегда отвечаю по четырем параметрам. Что об этом говорит Библия, 77 книг. Что говорят святые отцы, это 300 томов. А вы к протестанству относитесь? Да, нет, это православное что. Златоуст 12 томов я насчитал. Жития святых, каноны. Вот на основании этого я в университетах студентам отвечал. Допустим, вот я их объявляю, что вот в следующий месяц я буду вам отвечать на вопросы. Что сказали русские поэты, 300 поэтов, за 300 лет, по определенной тематике. Это я должен был все время проворачивать 20 тысяч файлов. И вы когда зайдете, 26 том открытым оком, открытым оком это 33 тома у меня, по 752 странице. И вы в этот, когда зайдете, вы вам не оторваться. Не оторваться. Это вопрос отвечается по Библии, и далее на каждый вопрос 6 поэтов из 300. На каждый вопрос 6 поэтов по определенной тематике. За 300 лет. А вот какой ваш любимый поэт, если 19-20 век лучше? Ну, как сказать. Вот у меня самый любимый поэт, у меня у самого 3467 стихотворения, 4 тома моих стихов по 800 страниц. Каждое стихотворение 36 строчек, это 9 куплетов. И напротив каждой строчки еще указываем место Библии, откуда взята мысль. 36 раз надо открыть Библию. Они необыкновенные. Я вот вам начну рассказывать, вы просто поймете, что они поются. Если бы вы еще спели мои, они на музыку положены. Вот запишите себе стихотворение, а биографично. Примерь к себе своим воображением. Примерь к себе своим воображением. Песня. Игнатий Лапкин. И вы услышите, как Виктор Савченко поет. Вы можете на этот же мотив вашим голосом исполнить и подарить мне. Смотрите, я слова... Вот смотрите, слова какие. Примерь к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня мог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе, за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. В истерике, в бессилии их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не распетлял. Пошел по шахтам, гротам, по логам, отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мёд Акриды, а штаб-квартира избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не достигаем вам. Прощай, земля. Азарт. Закон ограда. Мой труд следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на всё гляжу. То есть я умер, отошёл, всё позади. Вот. Да, прекрасно. Если Господь расположит, то, ну, я бы просто приветствовал это. Конечно. Это автобиографично. Я много плавал, и вот там, как у нас рыбасская шхуна с ворнами боролась, стремительно крен возрастал. Минута. И как дальше перепрокидывается? Как попрокидывает корабль. Я пишу в конце последнюю строчку. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнётся волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я улёг за собой. И там, когда уже паника такая на корабле, о чём бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне, на жизненной грани, на жутком изломе, на вечно девятой волне. И не их клянут капитана, стармеха, проклятием всем и всему, окончена жизненная чаша утеха и брошена разом волну. Да, ну, блин, слишком тяжело. Я думаю, на сегодня на меня стихов хватит. Всё, хватит. Так, ну, расстаёмся с Богом. Да, с Богом я пойду дальше. Вы в скайп заходите, в скайп, поскорее. Я бы, да, пока меня эти демоны не захватили, которые в виде участия сидят, но я всё-таки, всё-таки немножко здесь ещё в эталону дьявольской проникну, посижу здесь всё-таки, понимаете, как этот манит, манит меня запретный плод. Вы смотрите, вот, завтра к утру, а может быть даже сегодня, сегодня к вечеру, я вот этот ролик разговора с вами выставлю, и вы другим покажете, какая произошла встреча в глубоком ущелье на дне тьмы, в Содоме и Гаморе. В глубоком ущелье даже, да, такое бывает. В Гаморе всё покажу всем знакомым, всё, все увидят. Вот я всех соберу в комнате у меня, поставлю стулья, и все будем наблюдать вот в этом манитоне. Да, и когда вы возьмёте, я отдельно скину, вот зайдёте когда в скайп, и даже под этим роликом вашим я скину ресурсы все, чтобы ваши друзья могли это взять себе. У нас несказанно много здесь материалу. Представьте, только моим голосом 50 книг. 14 тысяч видео. Как вы умудрились столько много записать? Ну, Господь сделал. За 9 лет мне пришлось издать не просто так, а 38 книг за 9 лет. 3 тысячи 460 стихотворений за 9 лет тоже. В это же время. Да, серьёзно. Это Господь только даёт так. Когда вы посчитаете другие стихи, у каждого эпиграфа из Библии взяты. Я когда считаю, я их никак не признаю своими. Это настолько выше моего уровня. И главное, что 3467, а много или мало, это Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок, так намного больше. Вместе если взять. И за 9 лет, за 9 лет, не месяцев, лет. А как это писали? Я не знаю, на молитве я молюсь, и в это время как строка какая высветилась. Я её записал, а потом стихотворение. И главное, по марке ни одной нету, нигде переправлено. Всё с чистого листа пишется. Да, у меня сейчас тоже со стихами так же. С чистого листа. Все стихотворения пишут, что я поэт. Так, ну с Богом. Вас как звать-то? С Богом. Сохраните себе. Как звать-то, как тебя юноша? Меня звать Пётр. Пётр. Вы знаете перевод этого слова? Камень. Камень. То есть твёрдый будь, что тебя дьявол нигде не соблазнял. Заходи, получишь здесь поддержку. Окей. Пётр апостол с Богом. Отошёл.